Приветствую вас на своем канале Брак в Дании и сегодня отвечу на очень популярный вопрос людей. Это где вы организуете свадьбы? Или еще лучше вопрос, мы хотим пожениться 15 мая, возможно ли это? Ни на тот, ни на другой вопрос я не могу вам дать ответ на первичные консультации. Вернее, я не могу вам гарантировать, что вы поженитесь именно в этом месте и в эту желаемую дату. Почему все так сложно с выбором места и даты? Итак, давайте начнем с общей информации. В Дании 98 коммун. Коммуны это такие районы, скажем так. Они могут состоять из одного города или нескольких городов, чаще всего нескольких городишек. И вы можете, конечно, при самостоятельной подаче обзвонить или написать имейлы во все 98 коммун и спросить, когда они организуют свадьбы, на каких условиях и организуют ли вообще свадьбы для иностранцев. Естественно, когда вы занимаетесь подачей заявлений на брак в Данию с агентом, агент вас проинформирует. То есть мы всегда предоставляем нашим парам целый гайд по различным локациям и графикам, расписаниям этих коммун. То есть мы заранее знаем, какие дни они женят, какие-то коммуны просят приехать заранее за сутки показать документы. Где-то достаточно приехать буквально за 10-15 минут до свадьбы показать документы. Какие-то находятся ближе к границе с Германией, есть Копенгаген, есть острова, есть подальше какие-то древние красивые дома с замками. В общем, на любой вкус и цвет мы можем найти коммуну. Все это находится в наших гайдах. Там есть и фотографии из ратуши, чтобы вы себе представляли, где будет проходить церемония. Нравится вам эта ратуша или нет. Есть пышные, есть более скромные. Также фотографии местности, ссылка на официальные сайты, чтобы вы прошли, посмотрели, что там есть. Большинство коммун так или иначе расположены прямо на заливе или на берегу моря или близко к воде, потому что Даня небольшая страна и вся окружена водой. То есть вы однозначно увидите кусочек моря, где бы вы ни женились. Что касается выбора дат, то здесь все еще сложнее. Конечно же, прежде чем заключить сотрудничество с девятью коммунами, а мы сотрудничаем с девятью, мы их выбрали неспроста, потому что это самые простые в организации свадеб места. То есть у них требования простые. Допустим, они не требуют своих свидетелей, не везде, а предоставляют штатных. Не требуют приезжать и ночевать заранее. Не требуют оставаться три дня и жить в гостинице, ничего такого. То есть если я звонила в коммуну и спрашивала, мы организуем свадьбы иностранных партнеров, какие у вас условия, мне говорили, должны приехать за три дня. Я говорю, все, сразу до свидания. Нет, нам это не подходит. Либо говорили, что у нас есть всего лишь один день в месяц для свадеб международных пар. Я также говорила, спасибо, не надо, потому что мне нужны коммуны, которые готовы женить практически каждый день, а еще желательно и на выходных в том числе, потому что мне нужно людей отправлять постоянно. У меня нет возможности сидеть и ждать у моря погоды один раз в месяц какую-то свадьбу. У нас по 20-30 свадеб в месяц, иногда по три свадьбы в день в одном месте или в разных локациях. То есть мне нужны коммуны, которые работают, как я, день и ночь, нон-стоп, жених людей. Также бывают популярные вопросы по поводу церкви. Вы все насмотрелись красивых фильмов и фотокарточек с европейских свадеб, что вот они идут к алтарю, и вот этот вот шлейф невесты, и ее фата тянется за ней, дети идут, лепестки раскидывают, и все так красиво, музыка играет, орган играет, и там священник читает речь, и все плачут и тому подобное. Это круто, это возможно, если хотя бы один из партнеров платит церковный налог в эту конкретную церковь. То есть если ваш жених датчанин или резидент Дании, он платит там налоги, тогда да, возможно. Также есть церкви, которые даже для иностранцев могут пойти на уступки и организовать эту церемонию, но за деньги. Не скажу, что прям огромные, но приличные деньги. Мы не сотрудничаем ни с какими церквями, потому что это слишком такая узкая специализация. Нам оно не надо. У нас пары, те, которые заключают бюрократический брак для эмиграции. То есть это чисто бумаги, быстрее, 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 чтобы процесс пошел дальше. Вот эти все помпезные фанфары, органы, ну, какие-то там, какие-то роскошества, это не по нашей части. Поэтому если вам нужен именно прям вот церковный брак или церковное мероприятие, чтобы было дорого, богато, красиво и так далее, это не к нам. Также при выборе коммуны нужно учитывать, есть у вас свои свидетели или нет. Это очень важно. Некоторые коммуны всегда просят привезти двух своих свидетелей. Какие-то просят одного. Какие-то всегда предоставляют штатных. Какие-то говорят на выбор, допустим, в субботу только со своими, а в будние дни можем предоставить штатных. То есть там очень много нюансов. Если вы оба иностранца едете или летите издалека, ну, конечно, какие у вас могут быть свои свидетели. Значит, и круг этих возможных мест сужается. Вам нужны штатные и нужны дни под поезд. Что касается мифов, вот эти мифы и легенды бабских форумов, что нужно жить два дня, три дня постоянно, я это слышу до сих пор, господи. Когда это закончится уже, где вы берете эти сплетни, я не знаю. Удалите, в конце концов, эти гневые комментарии. Это неактуально уже лет семь-десять точно. Нет такого правила, что надо жить в Дании три дня. Это было 300 лет назад. И это все туризм. То есть это чисто с экономической точки зрения. Естественно, Дания на вас зарабатывает, как на туристах, в первую очередь. Вы живете в отеле, едите в ресторане, покупаете сувенирки, тратитесь на транспорт и тому подобное. Вы в экономику Дании нехило так вкладываетесь. И вообще, если посмотреть, сколько международных пар ежегодно приезжает и женится, сколько денег они там оставляют, так это, естественно, огромный такой кусок экономики Дании. Если они сейчас прикроют лавочку с международным браком, они вообще останутся ни с чем. Поэтому раньше, да, были такие законы, что нужно приезжать, ночевать и тратить много денег. Сейчас нет, так как количество обращающихся настолько уже зашкаливает, что даже если вы проведете один день в Дании, вы все равно какую-то сумму оставите. Вы там покушаете, может быть, одну ночь переночуете для комфорта, может быть, какие-то местные услуги, фотографы там, я не знаю, еще кто-то, видеографы, а они, соответственно, налоги заплатят. То есть вы так или иначе в казну Дании денежку привезете. Поэтому не переживайте, если вам нужно путешествие одним днем, ночью приехал, ну, то есть всю ночь ехал, утром поженился и сразу цурюк, без проблем организуем. Следующий очень важный момент, когда мы выбираем с парой место, мы, потому что мы не можем выбрать без вас, а вы без нас. Я всегда задаю вопрос, откуда и на каком виде транспорта вы собираетесь путешествовать в Данию? Если вы говорите самолет, то, скорее всего, лететь в Копенгаген. Там есть мелкие аэропорты, но очень сложно найти перелеты из других стран в эти мелкие аэропорты. В основном какие-то кукурузники летают. Можно постараться, но еще ни разу у нас не получалось такое найти. Поэтому аэропорт Копенгаген международный вам в помощь, но свадьба в Копенгагене бронируется за три месяца в среднем, иногда за два, иногда за четыре. То есть там нет возможности, просто так раз и забронировал. Там есть возможность экспресс-свадьбы за доплату 200 евро им напрямую, либо open-air weddings, это свадьба на открытом воздухе в каких-то локациях или не в воздухе, например, в музее, в театре, где-то еще. Это за дополнительную плату, это тоже возможно. Тоже даты разлетаются очень быстро. И вот сейчас, допустим, можно на лето забронировать какие-то городские локации в Копенгагене и пожениться там. Если же вы едете из Германии, то логичнее, особенно если вы не на юге, конечно, из Баварии ехать на машине, это вообще издевательство, но и такие варианты бывают. Ближе к северу Германии, живете в центре или севернее, то вам можно рассмотреть либо автобус, либо поезд, либо собственный транспорт, либо авто в аренду, либо родственников попросить. Конечно, машина будет вам дешевле, чем общественный транспорт, в любом случае надежнее, потому что вы сами себе, режиссер, вы можете спланировать, где остановиться, где отдохнуть, и чтобы не опоздать. Общественный транспорт, что Германии, что Дании, ненадежны. Поезда и автобусы отменяются, ломаются, опаздывают. Случаются какие-то катаклизмы, типа дерево упало на проезжий путь. Все отменили, закрыли. Или гололед, или снег, или забастовки. Вот сейчас, последние два года, постоянно транспортники бастуют. То есть общественный транспорт, это очень-очень ненадежное мероприятие. Также города Дании есть те, в которые легко доехать из Германии прямым автобусом или прямым поездом, а есть те, где надо миллион пересадок делать, и автобус ходит раз в час. А свадьбы в основном проводятся утром, с 10 утра и далее до 12, до часу. То есть это не после обеда, и не вечером. Поэтому приехать из другой страны в Данию к 9 утра, не везде транспорт ездит по ночам, мягко говоря. В общем, это проблематично. Также существуют выездные мероприятия, выездные регистрации. Это когда вы можете заказать регистратора свадебного в какую-то свою локацию. В отель, на залив, в ресторан. Обычно это делается, конечно, когда у вас есть гости, помпезная свадьба. То есть датчане часто прибегают к такой услуге. Вот эти вот красивые шатры, арки на заливе. Я уже сказала, что да, нет, это все на море. Летом особенно это круто. Можно сделать регистрацию прямо на берегу моря или залива. Это вообще очень красиво. Но это стоит больших денег. Это нужно бронировать очень-очень заранее. Для международных пар это сложно сделать. Есть одна коммуна, в которой мы можем организовать это в летний период. Вот сейчас мы бронируем такую выездную регистрацию на май и июнь. Несколько дат в приграничность Германии коммуне. Такое можно сделать. В остальных сложно. Также обязательно учитывайте, что Дания это скандинавская холодная страна. Там практически нет теплого сезона. Даже летом в среднюю температуру плюс 15 по больнице. В лучшем случае будет плюс 20 и солнце. Это вам крупно повезло. А вообще рассчитывайте, что будет дождь, ветер. Вы будете в дождевике, под зонтом, в каких-то капюшонах, в каких-то там плащах, сапогах резиновых и так далее. То есть погода вам не даст расслабиться и насладиться красивыми нарядами и видами. Вряд ли. Поэтому учитывайте это обязательно. Продумывайте локацию так, чтобы вы могли где-то укрыться от дождя. Но все-таки выбирая между заливом и ратушей, я бы выбрала однозначно ратушу. Потому что вот пофоткаться на заливе вы можете с фотографом дойти и прекрасно сфотографироваться. Еще круче будет. Но вот сама именно церемония регистрации брака логичнее, лучше, проще. Всем проще. Сделать в ратушу. Вы все-таки подписываете документы, проверяете их, показываете свои паспорта и тому подобное. Но лучше это сделать за столом, в помещении, в тепле, в сухости и сохранности. Последний пункт, который я хотела бы рассказать, озвучить, это смена коммуны. Очень часто пары, особенно когда подают самостоятельно, выбирают коммуну чисто по картинкам в гугле. То есть они считают, что их там ждут. Запомните, пожалуйста, вас нигде не ждут. Таких, как вы, желающих жениться в той или иной местности, очень-очень много. Вот не обижайтесь на меня, но это правда. Таких пар сотни тысяч в год. Поэтому на тот момент, когда вы наконец-то получите свое долгожданное одобрение, отдание на брак, лицензию на брак, вполне вероятно, что свободных дат в этой коммуне не будет. Не удивляйтесь, это нормально. Поэтому вам, скорее всего, придется менять коммуну. Это возможно сделать. Это может длиться от одного до пяти дней, до десяти дней. Смотря как вы быстро будете решать этот вопрос, конечно, я как агент могу это сделать в кратчайшие сроки. Но так как у нас уже бывали случаи необоснованной смены даты или места, я внесла в прайс, что смена коммуны без уважительной причины или смена даты без уважительной причины за дополнительную оплату. Я это вынуждена сделать просто, чтобы пресечь вот эти вот позывы душевные, когда просто там Меркурий не в той фазе, или мы посмотрели по лунному календарю и решили, что эта дата некрасивая, вот эта красивая, или там мы посмотрели и подумали, что мы не хотим в субботу, а хотим в воскресенье. Ну, какая-то вот просто уже бредятельно начинается. Мы досконально обсуждаем место и дату до подачи заявления, чтобы сократить время на всю эту процедуру, чтобы как только мы получили одобрение, мы сразу же конкретную дату бронируем, а не тянем кота за хвост, вот это вот, а давайте поменяем, а давайте спросим такую дату, а давайте вот еще туда позвоним. Ну, это очень энергозатратно. Представьте, что у нас, допустим, в день по три свадьбы, и мы с каждой будем вот так ковыряться, играться, туда-сюда менять. Но это только у нас, да, допустим, 20-30 свадеб в день. Представляете, что в коммуне 10 свадеб в день. Вы думаете, им вот это интересно постоянно менять расписание свадеб? Они вас внесли, это значит, штатные свидетели, скорее всего, уже назначены. Они знают, что в этот день, в это время они должны быть на вашей свадьбе и быть свидетелями свадьбы. Регистратор на свадьбу уже назначен. То есть люди уже ждут, вам уже готовят свидетельство о браке, распечатали, подписали, штамп поставили, все. И вот вы перед самой свадьбой решаете все изменить. Вот зачем такие сложности? Конечно, бывают уважительные причины. Не отпустили с работы, отменили самолет или случилось что-то с транспортом. Там, не знаю, ребенок заболел, вы сильно заболели, ногу сломали в больницу, попали, не дай бог. Всякое бывает. Если уважительная причина, конечно, мы идем навстречу и делаем все абсолютно бесплатно. Но просто так, что вам сбрело в голову во сне, нет. Еще раз повторюсь, что мы, как агентство, сотрудничаем с девятью различными локациями в Дании. Это Копенгаген, это красивые древние места ближе к Копенгагену, это южные коммуны на границе с Германией для тех, кто едет на сухопутном транспорте из Германии. Это острова, то есть мы можем забронировать любую. Иногда пара приходит с какой-то конкретной локацией. Допустим, опять же, увидели там в передаче про путешествия. Есть там на севере локация, я помню, даже Свенборг какой-то или что-то. Там, где два моря сливаются, и там прям видно на мысе, когда стоишь, разного цвета. Были такие запросы, пара сказали, мы хотим там, потому что там красиво. Вот у нас мечта именно там пожениться, на этом мысе. Мы никогда не сотрудничали с этой коммунной, мы заранее созвонились, все организовали, они поженились, все круто, все счастливы. То есть это возможно, если заранее планировать. Мы постараемся сделать все. Если пара говорит, мы хотим там друзьями или двумя семьями пожениться в один момент, это возможно, мы это организуем. Или вы говорите, найдите нам такую локацию, где есть удобство и для детей, и для животных. Возможно, мы это найдем, организуем. В общем, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Я желаю вам тщательной подготовки к свадьбе. И, конечно же, я желаю, чтобы ваши мечты сбывались. Скорейшего вам воссоединения, эмиграции, интеграции. Не забудьте подписаться на наш канал. Обязательно поставьте лайк этому видео. Каждую пятницу у нас выходит новое, очередное полезное видео, а в наших соцсетях вы получаете кучу бесплатной информации ежедневно. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, в ТикТоке, где вам удобно. Пишите, оставляйте заявки на бесплатную консультацию в список документов в WhatsApp. Мы организуем вашу свадьбу в кратчайшие сроки, всего по двум-трем документам.